С начала года в России начинает действовать ряд изменений по потребительским кредитам. Согласно им, требования к организациям, выдающим деньги под проценты, ужесточаются. Будет ли проще теперь жить заемщиком? Спросим сегодня у Игоря Нестерова, редактора Алтайского информационного портала «Защита прав заемщиков». Здравствуйте, Игорь Леонидович. Прежде всего, сколько можно будет брать в долг, в банках, в микрофинансовых организациях? Поменялся ли максимальный размер займа? Что касается максимального размера займа, точнее предельной стоимости значения займа, эта цифра ежеквартально устанавливается Центробанком для каждого вида займа и для каждого вида кредита. Что касается суммы, то она на сегодняшний день не изменилась. Ни для банков, ни для микрофинансовых организаций она остается той же. А если ты задолжал по кредиту какой-то микрофинансовой организации, сколько она может накрутить процентов за долг? Они по-прежнему такие же высокие? Вот здесь с 28 января текущего года вступает в силу очень долгожданный, можно сказать, многострадальный закон, его все лето и осень обсуждали. Для заемщиков что это будет означать? Во-первых, уже с 28 января значение долга, которое может накрутить по займу или потребительскому кредиту кредитная организация, в том числе микрофинансовая организация, будет составлять 2,5 раза. То есть на сегодняшний день долг может вырасти в 3 раза, а с 28 января он будет составлять 2,5 раза, с 1 июля текущего года он будет составлять 2 раза, то есть рост может вырасти не более чем в 2 раза, и с 1 января 2020 года в 1,5 раза. Это, я думаю, очень хорошая новость. Да, это очень хорошая новость. И еще, этот закон также подразумевает то, что с 1 июля изменится процент по кредиту или займу по потребительскому, который выдают микрофинансовые организации. То есть, как мы сказали, на сегодняшний день он составляет около 850%, то с 1 июля он будет составлять 1% в день. То есть 375%, ну, сами можете посчитать, это почти в 2 раза меньше сегодняшней суммы. Мы знаем, что очень много на рынке черных кредиторов. Изменится ли что-то в отношении них? Правили ли они выбивать долги, как делали это ранее? Вот тоже этот закон, мы сейчас говорим о 554-м федеральном законе, о внесении изменений в закон о потребительском кредите займе и закон о микрофинансовой деятельности. Вот этот закон, по задумке наших законодателей, он должен поставить преграду черному кредитованию. То есть буквально в законе говорится следующее. Если на день выдачи кредита организация не являлась профессиональной, то есть не имела банковской лицензии, не входила в государственный реестр микрофинансовой организации, то просроченный долг по этому займу, он не может взыматься. А сейчас они делают это регулярно? На сегодняшний день совершенно спокойно у нас большое количество случаев, когда черный кредитор, который не имеет никаких законных оснований для деятельности на финансовом рынке, спокойно идет в суд и взыскивает долг в суде без каких-либо проблем, более того, взыскивает через судебных приставов. Еще также этим законом вводится ограничение для черных коллекторов, скажем так. То есть передать теперь просроченный долг нельзя будет никакой другой организации. Ну вот это был мой следующий вопрос. Да, никакой другой организации, кроме тех, которые занимаются профессионально на финансовом рынке, то есть являются официальными кредиторами, либо являются профессиональными коллекторами, то есть входят в государственный реестр коллекторских организаций. Тоже огромный плюс, по-моему, люди уже устали от этих людей, которые постоянно выбивают у них деньги. Раньше, после вступления в силу решения суда, где точно был прописан основной долг и были проценты, прописаны банки, продолжали тянуть деньги с заемщиков. Вот будет ли меняться что-то в этой части? На сегодняшний день они продолжают тянуть деньги, причем это не все банки. Некоторые банки перестают насчитывать проценты и пени после вступления в силу решения суда. Некоторые банки до последней копейки долго продолжают начислять проценты и пени. Значит, 11 января... Но это уже не законно, это уже другая... Это законно, это законно. И 11 января текущего года на сайте Центробанка было опубликовано рекомендательное письмо Центробанка банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам, в котором Центробанк усиленно рекомендовал не накручивать пение штрафа на долг, решение по которому вступило в законную силу по решению суда. Более того, Центробанк обратил внимание, что не нужно доводить ситуацию до такой, когда заемщик не в состоянии, должник не в состоянии просто заплатить долг. Он, Центробанк, обратил внимание кредиторов на то, что они могут снизить процент по долгу, могут снизить сам долг, и Центробанк рекомендовал таким правилом пользоваться кредитором. Но это же только рекомендация. Вы знаете, эта рекомендация, ну, как говорят эксперты, для банков и микрофинансовых организаций, даже рекомендация регулятора, она имеет очень большое значение. Но во всяком случае, до последнего времени, вот такого жесткого, жестких рекомендаций, вот таких ограничений для банков вообще не существовало. Люди жалуются на то, что банки и микрофинансовые организации навязывают им дополнительные соглашения к кредиту, которые увеличивают частоту телефонных звонков. Но мы знаем, да, что они должникам звонят и днем, и ночью. Фактически, законно ли это? Теперь законно ли это? Закон от 230-й федеральной закона коллекторской деятельности, он ограничивает взаимодействие кредитора с должником, что касается телефонных звонков, это два раза в неделю, восемь раз в месяц. Но банки действительно, как вы говорили, и микрофинансовые организации нашли такую лазейку. Во время, перед заключением договора займа, кредита, они, получается так, что навязывают заемщику это дополнительное соглашение. Ну, как бы так. И в котором прописывается, что хоть каждый день можно звонить. Значит, ситуация здесь следующая. Изначально Федеральная служба судебных приставов была против этого. И наказывала микрофинансовые организации, в частности, одна известная микрофинансовая организация, Микрофинколлект, ее Федеральная служба судебных приставов, несколько раз очень жестко наказала, более того, исключила из реестра государственного. Значит, коллекторы попытались оспорить. То есть, они на действия Федеральной службы судебных приставов подали в суд. Суд первой инстанции им отказал, апелляция им отказала, и они подали касацию в Верховный суд. Верховный суд в касации отказал. То есть, получается, фактически, что Верховный суд подтвердил позицию Федеральной службы судебных приставов. Такое незаконно. То есть, Федеральная служба судебных приставов говорит о чем? В момент заключения договора заемщик должником не является. Поэтому никаких обязательств на то, что он когда-то будет должником, здесь быть не может. То есть, они говорят так. Вот стал человек, заемщик, стал должником. Вот, пожалуйста, заключайте с ним дополнительные договоры. Это ваше право. Другое дело, что никто не будет тогда этих договоров заключать. И здесь тоже эксперты на финансовом рынке предсказывают, что это, в принципе, может быть началом изменения правоприменительной практики. И очень многие люди теперь будут пытаться через суд, через Федеральную службу судебных приставов, которая получила поддержку на высшем уровне, вот такие вот дополнительные соглашения аннулировать. Ну и очень коротко, можем ли мы сейчас сказать все-таки, что заемщики находятся под большей защитой государства? Вы знаете, за последнее время, за последние года-два целый ряд законодательных актов принят, которые на самом деле в поддержку заемщиков, в поддержку клиентов финансовых организаций. И это на самом деле так, такая ситуация, она происходит постоянно. Другое дело, что очень часто и кредиторы, и взыскатели, они находят какие-то лазейки в этих организациях и пытаются их применить в свою пользу. Ну а в целом, можно сказать, что постепенно все-таки ситуация в пользу заемщиков улучшается. Спасибо большое, Игорь Леонидович. А я напомню, что сегодня мы говорили с Игорем Нестеровым, редактором Алтайского информационного портала «Защита прав заемщиков». Игорь Леонидович.